Несколько телескопов объединились и произвели такую замечательную фотографию необычного космического украшения. Впервые пульсар, вращающаяся сверхплотная звезда, была найдена в останках сверхновой в Малом Магеллановом облаке, маленькой галактике спутники Млечного пути. На этом композитном снимке рентгеновские данные Чандры и XMM-Ньютона показаны синим, а данные оптических наблюдений обсерватории Сьерра-Тулолу в Чили – красным и зеленым. Пульсар под названием SXP1062 – очень яркий белый источник, расположенный справа, в середине диффузного синего свечения внутри красной оболочки. Диффузные рентгеновские лучи и оптическая оболочка дают подтверждение тому, что вокруг пульсара останки сверхновой звезды. Оптические данные также показывают зрелищные газопылевые формы в области образования звезд слева. Сравнение изображения Чандры с оптическими снимками показывает, что у пульсара есть горячий массивный компаньон. SXP1062 интересен астрономам потому, что, как показывают данные наблюдений, он вращается необычно медленно, совершая полный оборот за 18 минут. Для сравнения, известны пульсары, которые вращаются с частотой много оборотов в секунду, включая многие новорожденные пульсары. Две разные команды астрономов оценивают возраст останков сверхновой вокруг пульсара как 10 тысяч и 40 тысяч лет соответственно. Это значит, что пульсар очень молодой по астрономическим меркам, так как, скорее всего, сформировался во время этого взрыва. Поэтому, предположив, что при рождении частота его вращения была примерно такая же, как у большинства пульсаров, которые мы знаем, остается загадкой, почему он так быстро и настолько замедлился. По горячим следам этого противоправного деяния начато расследование. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok